здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана сегодня мы с вами касаемся вопросов хранения вина как правило говорят о том что домашнее вино хранится очень плохо часто превращается в уксус и даже большинство считает что оно должно обязательно превратиться в уксус если мы не добавляем серы тоже хранится плохо если мы не храним его в подвале тоже она хранится плохо общем любом случае она хранится крайне плохо я же рассказывала что моего вино в которой я ничего не добавляю храню я его у меня к сожалению нет подвала дома при обычной комнатной температуре и приблизительно год назад наверное месяцев 10 прошло я снимала для вас как раз видео где вот рассказывала как она у меня хранится просто в квартире и разлила несколько бутылок на более длительное хранение вот осталась одна бутылка и сегодня мы с вами ее откроем напомню что с момента того как вино отбродила она хранилась у меня квартире где сначала было ну где-то там в районе 22 градусов потом пришло лето потом стала жара там и в районе 30 потом это вино уже приехал ко мне на дачу на розлив правда вот ну скажем так второй год все-таки нашла место в родительском подвале и это вино пролежала там на любом случае перепады температуры там конечно были хотя и не такие большие как в квартире собственно вино урожая 2018 года вино здесь смесь зилга симоне русский ранний туда же шла супага и наверное что-то еще то есть что у меня было я все вместе смешивала и таким образом делала из этого вино более того урожай 2018 года у меня осветлялся самостоятельно то есть никаких дополнительных манипуляций по осветлению я тоже не проводила сейчас попробуем что из этого всего получилось и 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 как видите вино очень прозрачно При этом, напомню, без каких-либо осветлений, но цвет уже идет в более старый, то есть цвет более красно-кирпичный. Запах сухофруктов. Что хочется отметить? Я же уже сказала, что в формировании этого имена принимали участие прибалтийские сорта, то есть зилга, супага, симоне, и, как правило, их ругают за гибридные тона. Так вот, что я вам хочу сказать, что гибридных тонов здесь не слышно вообще. Это запах сухофруктов, может быть, черной рябины, вот чего-то такого. Ножки, смотрите, какие красивые в бокале, ровненькие. Вкус, я, конечно, не специалист по описанию вина, но вкус очень сбалансированный, то есть здесь все гармонично, гармонична кислота, гармонична сладость. Хотя, я напомню, сахара нет, он не добавлялся, это абсолютно сухое вино. Спирт тоже не выпирает ароматы. Да, это где-то сухофрукты и в послевкусии, наверное, самый такой вот яркий послевкусие, долгое, стойкое, в послевкусии аромат сушеного яблока, такого хорошего сушеного яблока, очень приятного. Так что я бы сказала, что эксперимент удался. Кстати, по осадку, ну, вы видели, я заливала в декантер, чуть-чуть здесь осталось в бутылке, но там осадок такой был не крупный, немножечко пошел, я уже оставила, то есть прозрачный, как видите, при том, что ничего специально не делалось. То есть, что, как резюме, да, я тут немножечко на эмоциях, я очень довольна этим экспериментом, то есть это самая пока что длительная выдержка моего вина, ну, и вино получилось замечательно. Несмотря на, скажем так, все нюансы с хранением, несмотря на то, что это, как говорят, гибридная сорта, и когда-то в обзорах мне многие писали, да, у вас один мусор, и все это ерунда. Ну, вот это вот ерунда, да, и вот очень вкусное, очень приятное вино, напомню, что гибридных тонов не слышно никаких, при этом совсем недавно мне удалось попробовать два вина из-за забылы разных сроков, чуть-чуть отвлекусь. И вот там я почувствовала, одно было с 16-го года, второе не знаю, но там я почувствовала то, о чем говорят вот лись и вкус, то есть для меня уже нотки из-за забылы были не совсем приятны. Здесь этого ничего нет, и, в принципе, если дать кому-то попробовать такое вино и не говорить о том, что это вот какая-то прибалтийская селекция, то я уверена, что большинству любителей вина это вино бы понравилось, и никто бы даже не подумал о том, что что-то это может быть из каких-то таких гибридных сортов. На этом я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы, а под видео, нажав кнопку еще, я вам оставлю ссылку на прошлогоднее видео, где я это вино укупориваю, также будут мои контакты и каталог сортов винограда, который у нас есть, и до новых встреч, пока!